Мега представляет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В тех школах, где введены подобные курсы, качество и глубина обучения весьма сомнительны. Опросы, проведенные среди школьников Киева, показывают, что только 40% учениц старших классов правильно представляют себе методы контрацепции. То есть 60% будущих мам не осведомлены о необходимости и методах защиты от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Наиболее доступный и самый ненадежный источник информации о сфере взаимоотношений полов для подростка – это друзья и их болтовня. Частично информация выуживается из интернета и журналов. Но может ли ребенок ее адекватно оценить и интерпретировать? Кому он может задать возникающие у него вопросы? Кто и как должен проводить половое воспитание? Половое воспитание через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу. Я Игорь Пупков. Знакомьтесь, гости. Смарт-шоу сегодня. Шимановский Марк Моисеевич – кандидат педагогических наук, заведующий Центром здорового способа жизни и профилактики ВИЧ-СПИДа Национальной Академии педагогических наук. Сфера интересов – ученическое самоуправление, подростковые субкультуры, гражданское воспитание, диалог в образовании и, естественно, здоровый способ жизни. Явланова Ольга Владимировна – официальный преподаватель профессиональной психотерапевтической лиги, тренер, супервизор, коуч, член Совета Украинской Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, организатор и ведущий тренер Центра развития Мирая. Наталья Ивановна Дащенко – директор Центра гармоничного развития «Формула любви», Международная школа имбилдинга. Сексолог, сертифицированный мастер по имбилдингу, эксперт и автор публикаций по имбилдингу и сексологии в украинских СМИ. Елена Олеговна Литвак – кандидат медицинских наук высшей категории, гинеколог-эндокринолог. Место работы – научно-практический центр клинической и профилактической медицины. Специализируется на эндокринной гинекологии, активно сотрудничает с репродуктивными клиниками города Киева. В начале программы я задаю Блиц вопрос просто «да, нет» – ответ. Половое воспитание в Украине на сегодняшний день, оно вообще как, существует? Нет, я думаю, существует. В некотором роде. В некотором роде тоже согласен. В некотором роде, да? Окей. Вот это тогда в некотором роде в чем заключается? Ну вот в школе существуют действительно какие-то определенные занятия, тренинги и в курсе некоторых предметов, в том числе биологии, людыный свит, есть такой у нас предмет, действительно существуют какие-то определенные элементы. Ну и кроме того, внеклассные, внешкольные мероприятия, которые проводятся в учебных заведениях, они тоже касаются полового воспитания. Ольга, вы как психолог вот в школах, да, ведете такой вот, насколько я знаю, предмет? Это у нас только была такая идея. Это была инициатива родителей, мы готовы ее поддержать, сейчас рассматриваем. Хорошо. Что вы, допустим, вкладываете в понятие половое воспитание? Это взаимоотношения. Это взаимоотношения, прежде всего, с самим собой, какое я, познание себя. И потом уже умение построить хорошее отношение, уметь общаться с другим человеком. В каком ракурсе познание себя? Познание себя – это какой я, что я чувствую, какие у меня реакции, что я люблю, что мне нравится, что мне не нравится. Для того, чтобы с другим человеком можно было уже говорить об этом, найти много общества и развиваться. Наталья, вот скажите, кто вообще должен вести такой предмет, скажем, как половое воспитание? Я считаю, что говорить должен сексолог, потому что если брать, вот скажем, саму науку сексологию, то это сборная наука, это и медицина, и психология, и биология, и статистика. И если об этом говорит врач, сексопатолог, то врач считает, что это как бы его сексопатология, то есть патология. Если говорить психолог, то он уже с позиции психологии. У нас нет, скажем, программ, где бы объединялись вот эти точки зрения и обучали именно сексологов, которые профессионально будут готовить и говорить и с подростками, и с взрослыми. Приходит ребенок, да, и спрашивает, мама, откуда берутся дети? Я помню, что мне, что отвечали? Капусте нашли, аист принес, или вот, или и так далее, да? Насколько это правильно или, возможно, неправильно? Я не знаю, что боялись родители травмировать меня там правдой? Хочется сослаться на любимый всеми сейчас гугл. Я перед тем, как шла на передачу, я посмотрела википедию. Так вот, в этой выдержке описано, что родители формируют и помогают ребенку расти и признавать его половую принадлежность, воспитывают его в несколько этапов. Первый этап – это когда в три года ребенок осознает, что я мальчик или девочка. Они говорят, да, ты мальчик, да, ты девочка. То в продолжении нашей дискуссии они дают либо ему, ей куклу, либо ему машинку. Потом, когда ребенок идет в детский сад школа, это 6 лет, тогда ему помогают взаимодействовать, родители научают. И в этот же период обычно дети задают, мам, а как я появился, вот там, к примеру, тут папа есть, какая роль папы. Конечно, когда первая любовь происходит в детском саду. Да, да, да. И тогда родители объясняют и отвечают ребенку предложено, вот именно там были предложены фразы, которые тогда давали родителям, вот как инструкция, как воспитывать ребенка, что не принес тебя аист, а ты рос у мамы в животике. Мы с папой тебя очень хотели. Это вот папа, как папа участвовал вообще, кто такой папа, откуда он взялся. И когда ребенок подрастает, идет в школу, тогда предлагалось маме отдельно поговорить с девочкой и объяснить, что в этом процессе участвовал папа, и что это может быть только во взрослом состоянии, подготовить ее к тому, что у нее будет половое созревание, изменения. И когда у ребенка уже идет тот самый подростковый период, когда идут гормональные скачки, ожидание менструации, то в этот момент тоже мама подготавливает девочку, а папа подготавливает мальчика. И что они готовят его к тем же самым гормональным изменениям? Вся воспитательная работа не может сконцентрироваться только в семье или в школе. Существует еще двор, существует еще мальчишки в классе, существует еще девчонки, которые постарше и этим, так сказать, интересуются, которые, собственно говоря, существуют, так сказать, целенаправленно, и существует там природное воспитание, которое осуществляется. Вы знаете, меня природные, мне родители об этом не говорили, мне это объяснили во дворе, в пионерском лагере и так далее. И уверяю вас, то, что они рассказали, вполне меня устраивает до сегодняшнего дня. Я не испытываю никаких проблем. Тут еще есть одна сторона, две, ну вот я не совсем согласен с тем, что всегда существовала система полового воспитания. Была биология, в ней был один параграф, и его давали на самостоятельное домашнее изучение. Более того, еще был перед этим учебник, ну я уже достаточно старый, перед этим учебник, там был вообще не параграф, там был вкладыш, напечатанный на грязной газетной бумаге. Этот вкладыш учитель забирал перед началом года, а потом тихонечко давал деткам, посмотрите, вот это, и не всем. То есть это, вот были вот такие два учебника биологии. Полового воспитания не было, но человечество не вымерло. Вы знаете, все, вот этот процесс сексуальный, половой, он заложен на генетическом уровне. Мне когда-то задали вопрос, когда я говорила, как сексолог, это было на радиопередаче, значит, я говорила о сексе. И мне был вопрос, что вы развращаете наших слушателей? Вот, Адама и Еву, Адама и Еву никто не учил сексу. Вот, я ответила, Адам и Ева и в школу не ходили. А если мы говорим о том, чтобы это была семья, чтобы это было то самое счастье, необходимо, чтобы это была не условная любовь, то есть определенные рефлексы, набор каких-то телесных реакций, а это должно быть безусловно. То есть это принятие, необходимо это почувствовать, необходимо доверять, необходимо принимать другого человека. Если один человек принимает себя, он любит себя, он реагирует, он чувствует, он знает, на что он реагирует, он знает, как он чувствует, и тогда уже идет и то же тело, как реагирует его тело, как он чувствует себя при этом. Тогда он может строить продуктивные, хорошие, счастливые отношения с другим человеком. Пусть это будет противоположного пола, пусть это будет того же пола. Самое главное – это какой я. Значит, я заходила в интернет и смотрела, вот статистика развода, да, ну, подсчитывают, какие причины, скажем, ведут к разводу. Интересно, что я для себя открыла. То есть я считала, что, ну, там психологически не сошлись с характерами. Оказывается, что основные причины – это измены и сексуальная недовлетворенность. И тут я вспомнила, знаете что, народную такую мудрость, да, не угодишь в постели, не угодишь нигде. И уже из своего опыта, из своего опыта ко мне приходят каждый день женщины. И при этом любовь может быть к этому человеку. Обязательно должна быть любовь. Но вот это и есть проблема. Секс без любви – это чисто механический процесс. Это животное чувство. Почти все учащиеся 5-10 классов США не менее одного раза получают определенную форму полового просвещения. Многие школы начинают обращаться к этой теме еще в начальных классах. Большинство курсов полового просвещения в 5-10 классах освещают половое созревание, ВИЧ, заболевания, передающиеся половым путем, воздержание, последствия подростковой беременности и то, как противостоять давлению ровесников. Другие темы, такие как методы предупреждения беременности и инфекции, сексуальная ориентация, сексуальное насилие, факты и этическая информация об аборте, идут в свободном выборе. В Германии половое просвещение входит в школьную программу с 1970 года. С 1992 года по закону половое просвещение – это обязанность правительства. За отказ родителей от сексуального просвещения ребенка государство изымает ребенка из семьи. Как правило, курс включает все предметы, касающиеся процесса взросления, изменения в теле во время полового созревания, эмоции, биологический процесс полового размножения, сексуальная активность, дружбу, гомосексуальность, незапланированные беременности и осложнения абортов, опасности сексуального насилия, сексуальное насилие над ребенком, заболеваний, передающихся половым путем, иногда также сексуальные оппозиции. В Польше до недавнего времени половое воспитание было эксклюзивным предметом в нескольких школах, скорее называемым обучением семейной жизни, чем половым просвещением. Однако с сентября 2009 года половое просвещение стало обязательным предметом в школьной программе. В случае, если родители не согласны с преподаванием его своим детям, они должны написать специальное возражение. Нидерланды показывают один из самых низких уровней подростковой беременности в мире. Почти все средние школы предоставляют половое просвещение как часть уроков по биологии, а более чем в половине начальных школ обсуждают сексуальность и контрацепцию. В Англии и Уэльсе половое просвещение в школах не обязательное. Родители могут отказать в посещении их детьми таких уроков. При этом в Великобритании один из самых высоких уровней подростковой беременности в Европе. Половое воспитание может привести к, скажем так, распущенности, либо вседозволенности? И вот, зная, что вы проводите уроки в школах, какие вопросы чаще всего задают дети? Дети... Подростки, скорее всего. Подростки задают вопросы по анатомическому строению органов, по функциональному строению органов, потому что это немаловажно. Они должны понимать, как их, ну, скажем, чтобы не было фобий, которые мешают как взаимоотношениям в семье, как взаимоотношениям сексуальным, как в отношении будущего материнства. Это первое, что их очень тревожит и интересует. Второе, они задают вопросы, конечно, самопрезентации, на что я как бы не могу это ответить как врач. И немаловажно, они очень интересуются вопросами именно репродуктологии. То есть они интересуются, как я могу стать матерью, как я могу стать отцом. Ну, вот видите, то есть комплексы, которые родители несут в семье, они всплывают в школе. Я хочу объяснить, что все-таки изначально это идет от семьи, от восприятия внутри семьи. Совершенно верно. А информация, которая извне, дети уже трансформируют через призму семейных, ну, скажем, тех основ, в обоих. Вот я приведу один пример. Приходит, скажем, такой, скажем, самодостаточный мужчина, 35 лет, с хорошим бизнесом. И вот он на меня смотрит такими глазами и говорит, сделайте с моей женой что-нибудь. Я говорю, что вы хотите? Он говорит, я ее люблю. Но я уже на той стадии, когда я готов, в принципе, скажем, смотреть в любую сторону, где движутся женщины. Вот. В чем проблема? Проблема в том, что она меня не устраивает как женщина. Вот. И это, скажем, его супруга, она давным-давно забыла, что такое женщина, что такое удовлетворение. И когда я с ней встретилась, она говорит, а я думала, что если я буду хорошей мамой, смотреть за детьми, вот, в доме будет порядок, у нас все нормально будет. Проблема и во одном, и во втором. Это очень хороший пример, я вам скажу. Да. Проблема и с ним нужно работать, и с ней нужно работать. Однозначно. Сейчас глянцевые журналы, они не демонстрируют реальные параметры тела. Те же порнофильмы, они не демонстрируют реальные параметры человеческого тела. И реальные отношения. И реальные отношения они тоже. Дети видят суррогат. То есть мальчики, уже начиная с подросткового, начинают комплексовать, хотя у них абсолютно анатомия нормальная. Вы понимаете, вот все, что сейчас предлагается, на самом деле, оно суррогатное. И прежде всего нужно научить детей прийти к себе, любить себя. Хорошо, ну и где же выход? И воспринимать, и обещаться в постели. Игорь, выход, выход, вы можете говорить сколько угодно. Чтобы были счастливы дети, необходимо, чтобы были счастливы родители. А когда родители настроены на то, что самое главное, это занимать какую-либо позицию, получать какое-либо количество денег, главное накормить ребенка, главное одеть, чтобы у него были те или иные атрибуты социально принятой успешной жизни, то все будет в жизни хорошо и сложиться. Такого не бывает. С ребенком необходимо тоже говорить, а до этого необходимо поговорить с самим собой, понять, какой я, что будет для меня хорошо, и дальше с детьми проживать эмоции. В начальной школе Имадзюку в Йокогаме дисциплину полового воспитания преподают уже с первого класса. Ученики третьих классов пишут на эту тему сочинения, после прочтения которых родители густо краснеют, а иногда испытывают и откровенный шок. В настоящее время этот метод получил название «радикальное половое воспитание». Начальная школа Имадзюку начала применять его в 1997 году, когда учителя были серьезно обеспокоены волной насилия среди учащихся, захлестнувшей многие японские школы. По мнению учителей, причиной роста насилия среди детей является их неспособность оценить святость жизни. И если бы они понимали, как зарождается жизнь, то ценили бы ее намного больше. Предмет «Наука о жизни» преподается, начиная с первого класса и вплоть до окончания школы. Учащиеся изучают этот предмет в течение 150 академических часов, что в 10 раз превосходит количество часов, выделяемых на предмет «Половое воспитание» в других школах. В первом классе ученики изучают строение полового члена и влагалища. В брошюре, предлагаемой в качестве дополнительного пособия для учеников третьего класса, приводится иллюстрация совокупления различных видов животных – насекомых, рыб, змей, собак, кошек и дельфинов. В заключительной главе иллюстрируется сцена совокупления человека. Но как воспринимает маленький ребенок всю эту информацию? Узнать это достаточно сложно. Во всяком случае, далеко не все родители приходят в восторг от того, что их детям даются эти сведения столь рано и так энергично. В защиту радикального полового воспитания выдвигается аргумент, что в современном обществе, в котором ранние половые связи стали повсеместным явлением и в котором процветает СПИД, насилие, детская порнография и беременность подростков, невинность детей становится непозволительной роскошью. Радикальное половое воспитание чрезвычайно опасно, считают противники методики. Учителя рассказывают детям намного больше, чем им следует знать. А то, что дети видят и слышат на уроке, они скоро захотят попробовать сами. Ну, смотрите, ну почему у нас, я не знаю, нет такой программы, нет таких курсов, я не знаю. Молодые пары перед тем, как даже завести детей, да, уже поженились, расписались, все, пришли, получили вводные, как потом вот воспитывать своего ребенка, в том числе закладывать там, разрабатывать там свой курс полового воспитания. Значит, где можно получить сексуальное образование? Потому что, скажем, меня оно интересовало очень сильно, вот, интересовало и моих сотрудников. Что вы вкладываете в это понятие сексуального образования? Сексология, физиология, анатомия, биология, медицина, вот, в плане сексуальности человека. Оказалось... Пожалуйста, в мединституте это преподает, потом заканчиваете мединститут, идите на психолога. Оказалось, что у нас есть в Киеве институт сексологии и андрологии. Я есть главный сексопатолог Гарпинченко, уважаемый Игорь Иванович. Вот, и, к сожалению, нет образовательных программ. Лечебные есть, образовательных нет. Я не говорю о лечебных. Это как для специалистов? Подготовка специалистов или для людей? Единственная кафедра, которую я нашла, это в Харькове, при мединституте, это кафедра психологии и сексологии. Это для узкого специалиста или для общедоступного? Смотрите, скажите, для того, чтобы воспитывать, скажем, подростков, школьников, то сейчас на данный момент есть школа ответственного материнства в каждой женской консультации, где мать будущая и отец приходят. И там тоже идут основы как полового воспитания, так и сексуального, когда рассказываются, при каких условиях, что можно вести, какую половую жизнь во время беременности. То есть это тоже основы, как дальше жить с женщиной. Женщине рассказывается, это мы, врачи, рассказываем, как она должна вести себя до родов, после родов, чтобы сохранить семью. Люди настолько сейчас загружены, настолько загружены. Зарабатыванием денег. Не только зарабатываем, вообще информационно, на работе. И, понимаете, устает человек не... он устает от информации. Он приходит и чисто физиологически хотят отдохнуть органы чувств. Понимаете, ему хочется побыть в тишине. Отец приходит, хочет побыть в тишине. Мать хочет прибыть. Это физиологическая потребность организма. И, в общем, вечером такая вот в семье обстановка. Мама отдыхает на кухне, готовит. Отец включает телевизор, чтобы его не трогали, ребенок уходит в компьютер. Какие могут быть взаимоотношения у мужчины и женщины? Чисто технические. Он не спрашивая, что ей хочется. Он пошел на своем абсолютном инстинкте делать телодвижение. Она, зная, что так надо, потому что муж уйдет, она тоже делает телодвижение. Они не общаются. Два слова буквально. Значит, у нас есть достаточное количество должностных единиц, которые занимаются воспитанием в школе. Это заступный директор из выховной работы. Это директор школы, это заступный из навчальной выховной работы. Педагог-организатор – это бывший пионер, старший пионер-важатый. Это социальный педагог, который занимается именно социальными вопросами. И это психолог. Плюс врач, плюс приходящие люди, которые приходят. У нас более чем достаточное количество людей, которые занимаются, должны заниматься воспитательной работой в школе, в том числе и половым воспитанием. Но программы полового воспитания нет. Концепции полового воспитания нет. Каким образом воспитывать правильно вот этих вот детей? И в половом, и в сексуальном отношении. Не путайте. Половое воспитание сексуальное – это совершенно разные вещи. Это комплексное понятие, но общее. Это целое и общее. Я один пример приведу мощнейшего и правильного воздействия на подрастающее поколение. Вот когда собирается семья и дитё видит, вот прадедушка, у него дедушка, у дедушки отец, ну или там бабушка. Они собираются, рассказывают, вот семья, да, вот родын избираются, собираются, обсуждают общие проблемы. Каждый праздник трепет на отношения чествования старших, чествования матери, дедушки, радования успехов совместное. Вот. Это естественный процесс полового воспитания. Итак, ну что ж, спасибо вам за разговор. Гости сегодня смарт-шоу Ольга Явланова – психолог. Наталья Дащенко – сексолог, директор центра «Формула любви». Елена Литвак – гинеколог. И Марк Шумановский – кандидат педагогических наук, заведующий центром здорового способа жизни и профилактики ВИЧ-спида, Национальная академия педагогических наук. Ну что ж, ну из всего этого мне просто хочется добавить, что уделяйте внимание своим детям, прислушивайтесь друг к другу, а в случае чего просто не стесняйтесь обращаться к профессионалам и специалистам. Тогда и семья будет крепкая, и дети образованные, здоровые. Это было смарт-шоу. До встречи.